Всем здарова, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим сражение на танки КС-63. Танк данный не столь часто появляется в нагибах, хотя это, по сути, новинка еще до сих пор. Ну, не так уж и давно данный танк появился. Но вот нашелся на нем хороший бой. И также хочу, друзья, порекомендовать вам набор Duke, содержащий премиум танки, самого СМ, Лорейн 40 тонн, АТ-15А, ТИП-64, Х5 опыта, День према, уникального командира. Все это ждет вас в данном наборе по ссылке в первом закрепленном комментарии. Также выигрывайте ценные призы. Для этого в комментарии укажите свой игровой ник и досмотрите данное видео до конца. Все довольно-таки просто, я бы сказал, максимально просто. И также хочу порекомендовать вам некоторые, в общем-то, танки. Ну, в общем-то, если есть возможность, можете их получить, а можете, соответственно, просто ждать аппа. Этих танков, потому что, по некоторой информации, именно с этих танков и начнутся многочисленные аппы, которые запланированы в игре. Итак, одним из таких танков является FV-215B. Не путайте, 183 есть приписка, но это, понятно, бабаха. Это тяжелый танк. Сейчас, соответственно, его уже можно только купить за боны. Но, в общем-то, многие игроки, которые повелись на это, купили этот танк, наверное, не совсем довольны. Почему именно так? Да потому что танк относится к старой гвардии, у него устаревшие характеристики. При этом разработчики даже не удосужились ни разу его аппнуть. Поэтому, конечно, танк ждет серьезный апп, перебалансировка. Я даже назвал бы в какой-то степени это заменой некоторых танков, потому что они действительно станут другими. И следующий танк, АМХ Суар-де-Шарс. Соответственно, у нас французский средний премиум танк, один из самых распространенных в игре. У очень многих игроков данный танк присутствует в ангаре. И многие, конечно, ждут аппа этого танка. Многие считают, кстати, этот премтанк сейчас одним из худших или худшим даже его считают. Но действительно, у француза устаревшие характеристики кардинально, ввели его очень давно. Да, как и многие другие танки, на старте он был неплох. Но сейчас, конечно, просто невозможно в нем играть, потому что танк очень даже подвижный. При этом у него нет никакой стабилизации. Сейчас же полно танков, у которых довольно хорошая подвижность, при этом еще и стабилизация хорошая. У этого же танка вообще нет стабилизации орудия. То есть, чтобы на нем стрелять, нужно остановиться и секунд 3-4, а то и 5 сводиться. Далее, АМХ 50 Форш 155. Кто-то скажет, что это потасовый мба. Я считаю, что это не так. Да, по сути, 3 снаряда по 750 АФ с огромным пробитием. То есть, барабан тут. Это мощно. Тут не поспоришь. Но тут надо еще попасть этими снарядами. Пробить, к тому же. Мало того, чтобы попасть. И, соответственно, все это делает из этой машины, ну, такую вот, не знаю, рулетку. То есть, вы можете нанести много урона. Можете вообще 3 раза выстрелить и ни разу не попасть по противнику нормально. Соответственно, будут тапать орудия, конечно, тут в первую очередь. Все остальное более-менее нормально. А подбудут, конечно, стабилизацию орудия, точность и, возможно, даже немного перезарядку барабана. Потому что сейчас все это выглядит слабовато. Следующий танк. Это у нас М46 Паттон 9 уровня. Что интересно, десятка, в принципе, весьма неплохая. А вот Паттон остается одним из таких вот самых слабых танков. Ну, из таких вот легендарных. Потому что я считаю, что все-таки этот танк один из самых таких вот легендарных экземпляров в игре. То есть, на нем многие скилловики раньше играли. Это раньше был один из лучших танков. Сейчас же это просто, ну, очень-очень слабенький танк. Соответственно, будут ему апать в первую очередь орудия. Конечно же, может быть, броню немного башни. И, соответственно, танк преобразится, я думаю, в лучшую сторону. Возможно, даже действительно станет им бой. Батчетильон 25 тонн. Да, некоторые танки уже аппали. Того же Батчата чуть-чуть аппали. Но это, знаете, практически незаметно было. И, соответственно, танк, как и оставался проблемным в некоторой степени, так и остается. Но, в отличие от многих других танков в этом выпуске, Батчат еще как бы может дать жару. Ну, то есть, он может и бой затащить, и нанести много урона. И, в принципе, он не так уж и плох. Потому что, ну, изначально это была вообще дичайшая имба на релизе. Но сейчас, конечно, время берет свое. И танк будут серьезно аппать по динамике в первую очередь. И также по стабилизации орудий и по перезарядке барабана. Всем привет, друзья! С вами Ракесси. Итак, давайте поиграем на сайте Водхаб. И повыигрываем разнообразные игровые ценности. Не забывайте пользоваться бонусами данного сайта. Например, тут имеется сразу две раздачи. Собственно, одна раздача совершенно бесплатная. Единственное, что нужно 5 кейсов открыть за все время. И потом вы можете каждый день хоть участвовать и второй розыгрыш. Участие тут за энергию, которая добывается при открытии кейсов. Итак, давайте будем открывать кейс под названием Змеелов. Интересное название такое. Соответственно, посмотрим, что будет падать. Так, первый блин комом, так скажем. Ничего не падает особо. Надеюсь, дальше будет вести. Так, три дня према. Хорошо. Это меня полностью устраивает. Но мы идем дальше. И получается выиграть целых нифига. Нифига не выиграл. Но сейчас, я надеюсь, все-таки исправлюсь. 5 тысяч золота. Ну, хотя бы 14 дней прямо. Даже 15 получается. Вот это уже получше. Считай на 500 рублей. Так, надо другой кейс пооткрывать. С этим, я думаю, пора закончить. Так, другой кейс. Клык Кобра. Пока что тестируйте. Два кейса. О! Какой-то стиль выиграл. Стоимостью 2495 рублей. Вот это стиль, дорогой капец. Это, наверное, вместе с танком. Ну, я рад, конечно. Очень рад. Это тоже, наверное, долго стоило бы. Если один такой 2500 почти стоит, то два, наверное, вообще там, пять косодей. Такс. Вон, последний раз играю. Нет, не последний. Блин, последний. Текст. Пока ничего не падает. Ну, вернее, уже упало. Неплохое такое вот награждение для меня. И 2500. Ну, и остальное мелочевка. То есть, в принципе, я думаю, на 3К выйдет. Вот даже тысячи голды падает. Итого у нас получается 4 косаря. Да ладно. Офигеть. Ну, видите, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И 4 косаря набралось. С 1700 я задонатил. Итак, идем к следующему танку. Называется он Т-62. Это у нас танк, который был выведен из веток прокачки. Добавлен в классические танки. Соответственно, у многих игроков этот танк имеется в ангаре. Но, что мы имеем, то, что этот танк просто валяется там и никому сильно не нужен. Кто-то его иногда выкатывает. Но в рандоме его сейчас уже редко можно встретить. Даже и Объект 140 уже не так часто встречается. Ну, все-таки, конечно, часто. Но по сравнению с тем, что было раньше. То есть, как были популярны эти танки. Сейчас, конечно, танк очень-очень сильно по популярности потерял. Будут его апать в плане орудия, в первую очередь. ДПМ, точности, УПН. И, в принципе, танк, возможно, станет даже лучше, чем Объект 140. Хотя Объект 140 не дает сейчас какой-то дичайший имбой. Но, в принципе, хотя бы Т-62 будет на его уровне смотреться нормально. Сейчас он просто кошмарно смотрится. И, конечно, нельзя обойти стороной Деда ИС-7. Дело в том, что это один из тех танков, который как бы еще на кое-что способен. Ну, то есть, все-таки, ну, хорошая броня в башне, действительно. И альфа там имеется у орудия. И подкалиберы. Они делают порой свое дело. И даже в рангах порой ИС-7 выкатывают. Но сейчас реже гораздо. Ну, танк все-таки очень сильно уступает многим десяткам. Особенно по орудию. Вот те, кто играет на современных танках с мега орудием, они когда садятся на ИС-7, им кажется, что как будто это орудие вообще понерфит жестко. Но его не нерфит. Его даже апали. Просто оно очень старое. Соответственно, орудие нужно этому танку апать кардинально. А также уделенную мощность двигателя нужно апать обязательно. Но если орудие апнуть по стабилизации хорошенько, так реально хорошенько, тогда танк вообще будет, возможно, топчик. ВЗ-113 JFT. Я понимаю, что для большинства данная ПТС вообще неинтересна. Потому что ее как ввели давным-давно, так и до сих пор. Она вообще не популярна. Это ветка. И вообще мало кто ее прокачивает. Но на самом деле, то есть агрегат этот ввели, а как бы смысла и нету. Потому что, ну, если бы у него были бы крутые характеристики, то его бы разрекламировали там вододелы, стримеры. И многие на нем бы играли на этом танке. Но этого не произошло. Потому что понимают все многие, что у этого агрегата слабые характеристики. Поэтому нужно, конечно, их подтянуть. Я думаю, нужно апать броню. И нужно апать, конечно же, очень сильно орудие. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok